Здравствуйте! Роскосмос ТВ подводит информационные итоги недели. Представляем Большой космос. Это программа о самых интересных людях и событиях отечественной и мировой космонавтики. Перспективный диджитал для двигателя-строителей Роскосмоса. Интерактивные электронные технические руководства ИЭТР внедрены в двух механо-сборочных цехах НПО «Энергомаш» имени академика Глушко. Как уточнил главный технолог «Энергомаша» Евгений Воронежский, уже разработаны ИЭТР на все сборочные технологические операции по агрегатам ракетного двигателя РД-171МВ. В перспективе разработка интерактивных технических руководств на сборочные технологические операции двигателя РД-191. Одно из очевидных преимуществ интерактивного электронного технического руководства — это снижение сроков вовлечения в производство, недавно принятых на работу исполнительной и сборочных операций. Исследования показывают, время адаптации сотрудника сокращается примерно вдвое. Инновационные решения в области вакуумной техники разработали специалисты Научно-исследовательского института точных приборов НИИТП, входящего в холдинг «Российские космические системы». По оценке специалистов, разработка позволит вывести российское радиоэлектронное оборудование на новый уровень для более эффективного использования в космосе. Все подробности у Влада Миронова. Специалисты Научно-исследовательского института точных приборов разработали инновационные решения. Уже успели получить на него патент и даже медаль международного салона. Заинтересовало? Сейчас узнаем подробности из первых рук. Берегите зрение. Сегодня у нас сварка. Если вы, как и я, далеки от понимания тонкостей производства ракетно-космической техники, держите познавательный факт. Вся электронная начинка таких аппаратов подвергается постоянному губительному воздействию окружающей среды. Тут тебе и солнечная радиация, и перепады температур, и взаимодействие с окружающими газами. Поэтому всю электронику упаковывают в корпуса, а внутрь загоняют инертный газ, который поломки предотвращает. Логично предположить, чтобы газ не вышел, корпус нужно герметично заварить. До этого справлялись с этим вопросом несколько иначе. До этого выполнялась технология штенгельной герметизации. Штенгель — это медная трубка, через которую ранее проводилось заполнение прибора осушным азотом. Наличие штенгеля, соответственно, у нас увеличивало массогабаритные характеристики прибора и таким образом ухудшало изделие РКТ в целом, скажем так. Как известно, один грамм материала, поднятый на орбиту, по своей стоимости равен 1 грамму золота. Минусов у старого подхода помимо большой массы и большей стоимости было несколько. Новая технология предполагает использование лазерного луча вместо холодной сварки и, что немаловажно, позволит производить приборы полностью из отечественных материалов. Мы, во-первых, уменьшаем количество деталей, которые входят в состав нашего корпуса. Чем больше деталей, соответственно, тем больше возможных причинных отказов. Решалось две задачи. Во-первых, решалась задача импортозамещения, поскольку некоторые наши приборы комплектовались герметичными корпусами производства Японии. Перед нами основная цель выполнения опытно-конструкторской работы заключалась в разработке технологии изготовления такого рода корпусов только исключительно из отечественных материалов и только у нас, в России. Это увеличение. То есть здесь установлен микроскоп электронный. Так выглядит само соединение. Вот отверстие сквозное, а вот присадочный бортик. Мы сейчас заварили только отверстие. То есть вот бортик оплавился, и вот так вот выглядит заваренное соединение. Использовать инновационную технологию планируют при модернизации автоматизированной системы управления спутниками Кампарус и спутниковой системы связи Гонец-М, а также в других перспективных изделиях ракетно-космической техники. Владислав Миронов, Никита Кулаков, Анна Нурпейсова, Роскосмос ТВ. Новый модуль наука для МКС успешно завершил заводские испытания. Об этом официально объявила Госкорпорация Роскосмос по итогам Совета главных конструкторов. Выдано положительное заключение на проведение штатной подготовки изделия к пуску. Как уточняется на официальном сайте Роскосмоса, программу штатной подготовки на техническом комплексе продолжат специалисты РКК «Энергия», Центра Хруничева, Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и других смежных организаций. Им предстоят, в частности, установка панелей солнечных батарей, размещение доставляемых грузов, балансировка и контрольное взвешивание модуля, наддув гермоотсеков и контроль среды обитания экипажа, а также сборка космической головной части, заправка баков модуля компонентами топлива, общая сборка ракеты космического назначения. Лабораторный модуль «Наука» — это научно-исследовательский модуль, разработанный РКК «Энергия» имени Королева, совместно с Центром Хруничева для расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. Запуск модуля «Наука» запланирован на июль 2021 года с космодрома Байконур. События, которые перевернут представление об отечественной космонавтике, произойдут ближайшие 2-3 года. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в онлайн-выступлении на инновационной конференции «Стартап Виллдж-2021». Космос всегда был полезен для Земли. Мы обязаны ежедневно работать в условиях среды, которые агрессивны к человеку. Его творением подчеркнул генеральный директор госкорпорации. Преодолевая это препятствие, мы создаем технологии во благо человека. Влад Миронов о самых интересных космических темах на «Стартап Виллдж». Доброе утро, Сколково. Доброе утро, все участники. Мы стоим на пороге. Очень важно. Классно, что конкуренции уже. Они уже будут конкурировать. Как будет выглядеть космонавтика будущего, обсудили в Сколково на крупнейшей в России СНГ конференции «Стартап Виллдж». Нас ждут дискуссии, мастер-классы, активная деловая программа и много всего крутого. Робот Федор, мы готовы отправиться в путешествие по деревне стартапов? Что скрывать? Два солнечных дня, которые мы провели в Сколково, были наполнены атмосферой инноваций от и до. Повсюду роботы, высокотехнологичные разработки, обсуждение проектов будущего. Конференция впервые за 9 лет была полностью посвящена космической тематике, а Роскосмос стал ее стратегическим партнером. Поэтому неудивительно, что старт событию дал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин. В своем выступлении он поделился подробностями нового проекта «Окна открытых инноваций». Отличные возможности амбициозным стартаперам заявить о себе. Любая компания обращается по этому адресу, передает всю необходимую информацию в рамках этого одного окна. И мы гарантируем, что дальше с этой компанией начнется работа. Во-первых, мы привлекли к работе с этими компаниями сегодня, которые подают сигнал о желании взаимодействовать с космической операцией наших генеральных конструкторов. Прежде всего, двух генеральных конструкторов — это Александр Алексеевич Медведев по средствам выведения и Витва Лимчхартов по космическим аппаратам. Они будут рассматривать все заявки, поступающие сначала на этот наш сайт, а потом уже в очном режиме. О еще одной точке входа в партнерские отношения с Роскосмосом рассказал и Константин Шадрин, директор Департамента цифрового развития. Он объявил о запуске совместного с фондом Сколкова акселератора. Успешное попадание в программу откроет молодым компаниям доступ к тестовым полигонам с реальными данными, пилотированию проектов в отраслевых организациях, а также экспертную поддержку на всем жизненном цикле. Так что поторопитесь, стартаперы! Заявки принимаются до конца июня. Мы заинтересованы в новых, молодых, незачерствевших продуктах, которые позволят повысить уровень цифровой зрелости как организации госкорпораций, так и в том числе самой организации. А для стартапов это возможность получить доступ к самой высокотехнологичной отрасли экономики Российской Федерации, к опытным конструкторам, технологам, производственным процессам, которые же сейчас есть, к нашим данным, к нашим знаниям, и мы здесь открыты. Для меня стартап-виллаж – это возможность посмотреть, кто что вокруг делает, что изменилось за последний год, и как раз вот этот самый нетворкинг, который впоследствии, да, может перерасти в инвестиции, ты можешь перерасти в новых сотрудников в твоей компании, можешь перерасти в новые партнерства с корпорациями. Вот если бы меня попросили описать стартап-виллаж одним словом, я бы сказал – возможности. И они здесь действительно повсюду. Главное – не бояться и выкладываться на все сто. Владислав Миронов, Никита Кулаков, Артем Лебедь, Нинель Баянова, Роскосмос ТВ. Творчество, ракеты и байкеры. Итоги конкурса детских рисунков «Космос наш 60» Юрий Гагарин, проведенного Роскосмосом, совместно с мотоклубом «Ночные волки» подвели в Красногорске. Анна Шенцева внимательно наблюдала за интересной встречей и готова поделиться яркими впечатлениями. Если бы в космосе можно было передвигаться на мотоцикле, то до Луны мы долетели бы примерно за полгода. Слушайте, а если бы мы до Марса с вами решили полететь, это сколько за много времени? Ну, я думаю, лет 60-62, где-то так. О, недолго. Давайте вам до ближайшей школы доедем, хватит. Гуд. Ну, а если конкретнее, то до школы номер 18 в Красногорске. Там проходил конкурс школьных рисунков, посвященных полету Юрия Гагарина. Скоро эти работы попадут в музей при космодроме «Восточный» благодаря мотоклубу «Ночные волки». Он организует мотопробег в честь того же памятного события. Участники пробега планируют посетить ключевые для нашей космонавтики города. Наши мотоциклы уже навострили свои колеса на космодром «Восточный». Если по прямой, отсюда 7700, по-моему, 60 километров, ну, с дальнейшим продолжением в город Владивосток, на единственный, по-моему, в мире плавающий космодром. В самой школе, кстати, тоже есть музей космонавтики, которым занимаются школьники-волонтеры. Они даже сами проводят там экскурсии и работают над пополнением коллекции музея. В этот раз тут помог «Роскосмос». Он подарил экспозиции и макеты ракетно-космической техники. В том числе модель самой большой ракеты-носителя в нашей космонавтике и «Синюю птицу» — машину для спасения космонавтов после приземления. С космодрома «Восточный» ночные волки также привезут пополнение в коллекцию. «Роскосмос» — тоже космическая территория. На территории города действуют несколько предприятий, которые работают на ракетно-космическую отрасль. Это «Зенит», который делает оптику. И, собственно, 18-я школа тоже вносит вклад в просветительскую деятельность, в воспитание будущего поколения наших специалистов. Начиная от первого в мире человека, отправленного в космос Юрия Гагарина и так далее. Первая женщина, первая стыковка, первый выход в открытое море Алексея Архиповича Леонова. И все это время первых, время первых. Мы хотим эти знания, эту гордость за свою страну, за свои идеи, за свои традиции передать новым поколениям. Школьники без подарков гостей тоже не оставили. Подготовили и песни, и стихи, и даже танцы в импровизированных костюмах космонавтов. Ну а наполненные впечатлениями ночные волки уехали готовиться к мотопробегу и освобождать место для ценного творческого груза на борту. В научно-производственном центре имени Хруничева вскрыли капсулу времени, которую заложили еще в 1985 году. Ветераны предприятия до сих пор помнят, как это было. В послании потомкам комсомольцы, тогда еще работники машиностроительного завода имени Хруничева, передают привет молодежи предприятия будущего, желают успехов в труде и, разумеется, комсомольского задора. Это наше будущее. Для вас это уже прошлое. Вы знаете то, чего мы сегодня еще не знаем. Перед вами стоят уже новые неведомые нам задачи. Мы шлем вам, людям будущего, наш комсомольский привет. Желаем успехов в труде и счастья. Я не скажу, что сегодня оно кажется каким-то иным, потому что и возрождаются традиции, сегодняшнее мероприятие тому подтверждение, и возобновляются новые программы пуска в составе центра Хруничева, новые объекты, новые ракетоносители. Я думаю, что те планы, которые на сегодняшний день обозначены и по освоению околоземного пространства, по развитию лунной программы, марсианской программы, они будут выполнены. Открыть капсулу собирались еще год назад, к 35-летию события, но помешала пандемия. Вы смотрите «Большой космос». В музее космонавтики друзья, соратники и близкие Георгия Михайловича Гречко отметили 90-летие со дня рождения прославленного космонавта. Профессиональная и жизненная история дважды героя Советского Союза уникальны, но в то же время типичны для пытливых и дерзких представителей его поколения. Много-много мы вместе работали, мы вместе ездили на сборы, очень много времени проводили вместе. Я действительно не помню, чтобы у него хоть раз было плохое настроение. Вот удивительный совершенно человек. Неважно, что там происходило, он все время улыбался, всегда у него было огромное количество всяких притчей, анекдотов и так далее. Вы смотрите, какая интересная судьба. И несмотря на удары судьбы, он с улыбкой шел вперед. Два полета и два совершенно уникальных мировых события. То есть, ну я имею в виду с точки зрения космонавтики. Это выход, второй полет у него, это международный полет. И третий полет, если бы он осуществился, это был бы полет на Луну. Три полета. Но опять же, они были первыми, и все мы шли по их стопам. Выпускник знаменитого ленинградского военмеха начинал карьеру в 1955-м в легендарном Королевском ОКБ-1, ныне РКК «Энергия». В отряд космонавтов Георгия Михайловича Гречко зачислили в 1966-м. Свой первый космический полет Георгий Гречко совершил в январе-феврале 1975 года вместе с Алексеем Губаревым на корабле «Союз-17». Второй полет Георгий Михайлович выполнил с декабря 1977 года по март 1978 вместе с Юрием Романенко на корабле «Союз-26». В третий полет космонавт отправился в сентябре 1985 года с Владимиром Васютиным, а также Александром Волковым на корабле «Союз-14». Ученый, принимавший участие в запуске многих советских космических аппаратов и сам трижды побывавший на орбите, Георгий Гречко был открытым и ярким человеком со своим взглядом на мир. Он всерьез увлекался инопланетными цивилизациями. Невозможно забыть его юмор и безграничное обаяние. Георгий Михайлович Гречко был разносторонним человеком, участвовал в автогонках, имел разряды по парашютному спорту и стрельбе, собирал марки, работал на телевидении, снимался в кино и писал книги. Сначала идет мысль, фантазия, форма, затем следует научный расчет, а затем исполнение венчает мысль. Это слова великого русского ученого Константина Циолковского. А вот какой смысл вкладывали в свои произведения художники-космисты, мы узнали на выставке, которая открылась недавно в библиотеке номер 180 имени Николая Федорова. Юрию Гагарину приписывают известную идиому – из ресторанов в космос не летают. Федоровская библиотека со всей ответственностью заменяет ее в названии своей экспозиции на утвердительное «из библиотеки в космос». Когда кончилась эта наша серия виртуальных встреч, которая сначала называлась «Из комнаты в космос, а затем из библиотеки в космос», мы решили представить творчество этих художников в пространстве всей библиотеки, превратить библиотеку в такой, так сказать, космический стол, в некий такой космодром Байконур, из которого вот эта наша ракета стартует во Вселенную, ракета с экипажем художников. Главной работой Центрального зала выставки является работа Леонида Тишкова «Сублимация памяти». Это три полотна, на которых представлены фотографии, коллективные фотографии учительницы с классом. Вот начало века, так сказать, первая половина века и уже 70-е годы. И вот некое как бы такое сквозное движение времени можно представить, как он сам говорит, что девочка с первой фотографией стала учительницей на второй, а ученица на второй учительницей на третьей. И все эти, так сказать, вот это легкое такое прозрачное, да, воздушная материя памяти, да, она как бы куда она укореняется, откуда она растет. Вот здесь вот маленький такой коврик, да, коврик связанный, из чего он связан? Он связан из остатков старых одежд, которые носили люди разных поколений, да, так сказать, вот предки Тишкова. Тишков работает с этой материи памяти, дав вторую жизнь вещам, которые, по сути, должны были уйти в небытие. Это такая некая рефлексия над прошлым, которая движет нашим будущим. Все это он выражает в своих работах. Вот, например, здесь мы представляем иллюстрацию, серию иллюстраций к его автобиографическому роману «Взгляни на дом свой». И вот здесь, например, вязаник. Посмотрите, это как костюм космонавта. Это вязаник, который мама его по просьбе Леонида Тишкова связала как раз вот из этих махориков, из остатков старых одежд, которые носили его предки. Казалось бы, невозможно соотнести две величины – макрокосмос и человека. Но Леониду Тишкову это великолепно удается. Он природняет к себе космос. Его космос очень интимный, очень близкий человеку, очень домашний. Он преодолевает эти огромные расстояния от нас до далеких планет через творчество. Есть Солнце, есть Луна. И вот Луна для каждого может быть своей. Однажды я решил сделать ее частной. Я изготовил лайтбокс в виде месяца. И сначала я его на крышу к себе поставил в моей мастерской. Потом меня пригласили на одну выставку, я туда его отнес. Дальше пошло-поехало. Пригласили в Австрию, в Чехию, потом в Антарктиду. И далее везде. И, собственно говоря, я совершил уже два, наверное, витка вокруг Земли со своим спутником. То есть даже и наоборот. Теперь Луна уже не моя частная Луна, не мой спутник, а я спутник этой Луны. И на выставке в библиотеке имени Федорова представлено как раз каких-то нескольких путешествий, где моя Луна была. Это такая инсталляция, которая светящейся Луны, объект, сделанный Леонидом Тишковым, с которым он путешествует по миру. Да, он путешествует по миру, он спускается с ней под воду, он с ней взлетает, так сказать, в атмосферу, он с ней залезает на крыши, он с ней идет в дом, поет ее чаем, укутывает пледом, кормит яблоками. Эта Луна попадает в пространство дома, в котором его мама ткет вот эти вот коврики из махориков. То есть вот это вот удивительное такое олечивание космоса. Ключевая идея космизма – это идея того, что человек, который не случайно возникает в природе, должен стать добрым хозяином на этой планете и во всем мироздании. Он должен преобразить этот мир в сад, в царство Христово, в подлинную ноосферу. Философы-космисты и художники-космисты задаются вопросом, а каким должно быть то человечество, которое выходит во Вселенную? Мы должны внести в мир вот эти наши дрязги, да, эту нашу раздробленность и рознь? Или это должно быть какое-то другое человечество? Не случайно Циолковский говорил о том, что главное не средство, при помощи которого мы выйдем во Вселенную, а главное – космическая философия, главное – мышление человека, осваивающего Вселенную, вот этого Homo sapiens, который становится Homo cosmicus. Микроскопическое беспозвоночное животное «Тихоходка» способно выживать после столкновения на скорости 825 метров в секунду. Исследователи провели эксперимент. Стреляли по песчаным мишеням цилиндрами, внутри которых, собственно, находились эти самые тихоходки. На скоростях до 825 метров в секунду тихоходки или водяные медведи могли быть реанимированы после извлечения из цилиндра. А вот при столкновениях на более высоких скоростях животные, увы, погибали. Исследователи делают вывод – тихоходки вряд ли смогут пережить космическое столкновение, ведь обычно в космосе удары происходят на более высоких скоростях. Тихоходки заинтересовали ученых благодаря невероятной живучести. Они стали первыми известными животными, способными выживать в открытом космосе, обходиться без воды на протяжении 10 лет, а также выживать при экстремальных давлениях, температурах и уровнях ультрафиолетового излучения, которые являются смертельными для большинства других животных. Космоплан VSS Unity для туристических полетов компании Virgin Galactic совершил первый пилотируемый полет с включением двигателей к границе с космосом. Суборбитальный корабль, отделившийся от высотного самолета-буксира White Knight, зажег свои ракетные двигатели и стремился вверх. На его борту находились два пилота-испытателя. Unity разогнался до скорости в три раза превышающей скорость звука и достиг высоты чуть более 89 километров над уровнем моря, прежде чем спланировал вниз сквозь атмосферу. Британский миллиардер и основатель компании Virgin Galactic, сэр Ричард Брэнсон, сказал буквально следующее. Этот полет и приземление показали, что 15-летний проект по созданию космоплана близок к переходу на коммерческий этап. Ну, что еще может сказать миллиардер? Туристические полеты могут начаться уже в следующем году. О Большом космосе традиционный обзор от Николая Вдовина объекты Вселенной. Туманность Кокон или Колдул-19. Это рассеянное звездное скопление, погруженное в отражательную эмиссионную туманность, расположено в созвездии Лебедя. Расстояние до Кокона 4000 световых лет. Внутри туманности видна яркая звезда, которая своим мощным излучением буквально проделала отверстие в молекулярном облаке и космической пыли. Возраст звезды всего-то 100 тысяч лет. По космическим меркам очень мало. Она как бы подсвечивает туманность изнутри. Кроме того, в Коконе зарождаются еще и другие звезды. Протяженность туманности 15 световых лет. Спасибо, что были с нами. До встречи на информационной орбите. Субтитры создавал DimaTorzok